Поджог автомобилей, стрельба фейерверками и нападение на полицейские участки. Протесты во Франции приобрели наибольший масштаб после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Беспорядки произошли в 14 городах, включая родной город убитого Нантере. В регионе мобилизовано около 2000 полицейских. Содержано уже полторы сотни участников протеста против полицейской жестокости. Выступая после заседания Кабинета министров с президентом Эммануэлем Макроном, официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что виновный сотрудник полиции находится под следствием по обвинению в умышленном убийстве. Мы, конечно, испытываем сильные эмоции, потому что погиб молодой человек 17 лет. Мы переживаем с его семьёй, друзьями, соседями и, конечно же, со всей нацией. Министр внутренних дел подтвердил, что начато судебное расследование. Мы понимаем желание получить ответы, и мы хотим, чтобы они были даны со всей прозрачностью. И мы также хотим призвать к спокойствию в этой конкретной ситуации. Случившееся не оставило равнодушным и знаменитостей. Французский актёр Омар Си опубликовал твит и призвал правосудие почтить память погибшего подростка. Ранее осудил трагедию и французский футболист Киллиан Баппе. Резко прокомментировал ситуацию основатель крайней левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Миланшон, занявший третье место на выборах президента республики в 2022 году. В свою публикацию он отметил, что ни один полицейский не имеет права убивать, кроме как в целях самообороны. 27 июня сотрудники дорожной службы во время дежурства застрелили 17-летнего подростка алжирского происхождения. Молодой человек отказался выходить из автомобиля и нажал на педаль газа. В ответ инспектор выстрелил в упор. В результате подросток скончался. По данным Reuters, гибель подростка от рук полиции стала третьим таким случаем во Франции в 2023 году. В 2022 полиция стреляла в восстановленных водителей 13 раз. Три убийства в таких обстоятельствах произошли в 2021 году и два в 2020. Большинство жертв с 2017 года – африканского или арабского происхождения. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление по поводу стрельбы, назвав её непростительной. Но протесты не помешали ему хорошо провести время. В этот же вечер французского лидера видели танцующим с женой на концерте Элтона Джона в Париже. Продолжение следует...